К вашему вниманию видео обзор внешнего фильтра Ressan модель Cyclone External Filter XCY20, также его называют в интернете Ressan Micro. Предназначенный для аквариумов до 60 литров, производительность 200 литров в час, очень экономный по потреблению электроэнергии, примерно как компрессор. Всего потребляет 3 ватта. Шланги разных диаметров. Заборная трубка, которая будет отбирать воду из аквариума. 11 мм внутренний диаметр, 15 мм наружный. Трубка, которая будет выдавать воду из аквариума, 8 мм внутренний, 12 мм наружный. Ну, трубки достаточно коротенькие, что намекает о том, что сильно низко от аквариума внешний фильтр не следует ставить. Кстати, по поводу высоты подъема воды информацию сходу не получилось найти по поводу этого внешнего фильтра. Ну, понятно, что он для маленьких аквариумов, но все-таки тоже важная информация, на какую высоту он спокойно, по своим данным, должен поднимать. То есть, можно ли ставить тумбу, на какое расстояние от дна аквариума по высоте. Ну, а так, в принципе, достаточно очень интересная моделька. Ну, по своим говоритам, не сильно-то и отличается от внутренних фильтров. Ну, примерно как два с половиной внутренних фильтра. А это у вас уже внешний фильтр. Еще достаточно непривычно было, рассматривая на патрубке для входа и выхода воды, обнаружить, что вот такой традиционный фитинг под шланг с зажимной гайкой в комплекте только для трубки, которая отбирает воду из аквариума, а которая уже подает воду в аквариум, такая гайка там почему-то не нужна. Просто надеваем на трубку шланг и все. И оно вроде бы как-то точно так же жестко должно держаться. Это, честно говоря, немножко удивило. А так, все традиционно, как у внешних фильтров. Сеточка немножко мельче. Ну, вроде как бы крупная креветка не должна. А вся мелочь традиционно будет во внешнем фильтре. Так что, когда сливаете воду из внешнего фильтра после чистки, сначала лучше отловите сачком, вдруг там кто-то уже попался. Сначала, когда рассматривал модель, думал, что вот эти вот клавиши, их нужно нажимать. На самом деле, это флажки. И то, что стрелка нарисована вниз, и это типа Open, на самом деле, эти флажки нужно поворачивать. И руководствоваться вот этими вот рисуночками замка. Открыт замок, закрыт замок. Повернули. Все очень плохо снимается. Тут у нас вот такая внутренняя поверхность. Ну, так сказать, пока он находится в руках, создается впечатление, как будто это внутренний фильтр, который должен будет работать снаружи аквариума. Здесь у нас просто элементарная мочалка с фиксационным стернем даже. Не знаю зачем. А ей и так тут некуда деться. Затем в комплекте у нас идет еще керамические кольца, сеточки. Удобно. Потому что трусится с них, нужно промывать. Ну, а то, что с них трусится, это как бы китайские кольца. Это не удивляйтесь. Это не плевали, не GDL. После промывки это в пыль уйдет. Активированный уголь традиционный, герасановский. Сначала мы погружаем сеточку керамикой, затем сверху уголь. Крепим крышку. Аккуратно, равномерно, желательно, чтобы нигде без перекосов. Сложно создать перекос, но все уже. То есть будьте осторожны. И еще для людей, у которых были уже в пользовании внешние фильтры на большие акварины, будет непривычно, что когда вы надеваете крышку, вот вы ее зафиксировали, надели, она пружинит обратно. То есть для того, чтобы зафиксировать флажок, вы должны ее придавить. И потом, ну, тут срочно хочется возыметь третью руку. Потому что две держат, а третья бы закрыла. Ну, так как ее нет, приходится либо об стол, вот опираем, поворачиваем флажок на закрытие. Раз. Два. Ну, такая маленькая, маленькая, коварная неудобство такое. Вот, собрали. Забавная еще деталька идет для фиксации на стенке аквариума. Не знаю, будет ли все это пользоваться. Честно говоря, я бы не пользовался. Вот так вот сверху, снизу вернее, она поднадевается. Вешаем на стенку аквариума, и у нас вот так, вот такое вот устройство будет висеть. Мне больше нравится вариант, когда он стоит рядом, или за аквариумом, чтобы его не было сильно видно. На корпусе здесь же сразу зажимные гайки под шланги. Откручивать ее до надевания шланга не надо, то есть закручиваем ее просто максимально вниз, надеваем шланг, и потом накручиваем ее, чтобы лучше было видно, накручиваем на шланг, и она начинает своей резьбой фиксироваться уже непосредственно на шланг. Что еще сказать? Ну, материалы достаточно приятные, на ощупь, неплохо сделаны. Так, open, close, это, я так подозреваю, перекрытие, нет, похоже, неправильно я подозреваю. Это не перекрытие, поступление воды в шланги, это можно так открыть корпус фильтра. Честно говоря, что играет против нас данной модели изначально, то, что инструкция всего на двух языках, один из них английский, а второй, если я не ошибаюсь, китайский. Ну, собственно говоря, бренд китайский, поэтому наверняка это китайский. И первое, что я уже отметил, нет данных по высоте подъема воды, и второе, честно говоря, мне недостаточно было ясности от указанных схем. Вот, к примеру, если быть полным новичком и не знать, что куда ложить, то человек может положить сначала активированный уголь, а потом керамические кольца внутрь отсека. Здесь это вообще никак не указано, просто указан сбор. Немножко, конечно, расписанных, в принципе, но все равно вы не узнаете высоты подъема воды и не узнаете порядок расположения фильтрующих материалов. Показаны этапы соединения патрубков всех, как надевается голова, для чего насадка для крепления на стекло, вернее, откуда она надевается. Сходу непонятно, для чего все-таки деталь, которая называется infill cover, наверное, для того, чтобы проникать в угол внешнего фильтра. Скорее всего, внутренний шланг и шлангочка предназначены для подтягивания воздуха. Честно говоря, обсуждая внешний фильтр, думать о аэрации с помощью него, это уже немножко отдает абсурдам. Так, что вам еще рассказать, в принципе, очень простая модель, вот вроде бы как бы уже обо всем сказал. Ну, немножко, немножко недодуманно, немножко не идеально, но, как бы, в интернете вы можете приобрести этот фильтр, начиная в районе от 150 до 180 гривен, то, как бы, за эти деньги, это практически внутренний фильтр. Достаточно удобно, у вас не будет занято внутреннее пространство в аквариуме, освобождено от фильтра. Второе, он очень экономичен в энергопотреблении. Ну, и третье, это, как бы, не просто внутренний фильтр, а биологическая очистка в вашем аквариуме. Вот, собственно, все, что хотел рассказать о модели Ressan CY20, микро внешний фильтр. Если были какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараемся ответить, помочь, рассказать. Спасибо за внимание, вы смотрели видео-обзор от интернет-магазина Daniel.com.ua.